Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум или же Александр, и мы вместе с вами продолжаем отстраивать нашу худо-бедную, но всё-таки элитную школу в игре под названием Академия Школьный Симулятор. И тут я понял, что у нашей школы хоть и есть название, наверное, но я его не помню. А если помните вы или хотите придумать какое-нибудь новое крутое название, пожалуйста, напишите его в комментах, будет очень круто. Ведь у элитной школы должно быть элитное название, а я стопудово придумал какую-то хрень. Ладно, 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 давайте посмотрим, что у меня там по заданиям. Окей, нужно построить художественный класс. Строить, в смысле? А чё, я разве не сделал его? Вот же художественный класс. Чё-то я понять не могу, в смысле, вот же он. А-а-а, это всё один класс. Я понял, друзья, в чём был косяк. Наконец-таки. Так, это у нас десятый класс. Мы изменяем зону, точнее удаляем её. И делаем снова десятый класс. Остановка десятого класса это не то. Нам нужен десятый класс просто вот так вот по красоте. Десятый класс есть, теперь будут ещё и художественные. Правда, после этого придётся, ребят, разделить на участки, и миссия выполнена. А я тупил, почему же они не идут работать за нашими мольбертами? Вот в чём дело. Проблема-то была во мне, оказывается. Хорошо, проблема решена. Идём в отчёты и распределяем нераспределённых. Давайте, ребята, трансфер-класс. Всё, все учатся. И давайте даже, наверное, поставим несколько дополнительных мольбертов. Так, а где они? Чё-то погодите. Тумба художника, административный стол. Ладно, вот мольберты. Ах, какая красотища, друзья. И они странно рисуют друг у друга на спине. Кстати, а там... Там различные картинки. Раздрабы реально эту тему проработали. И посмотрите, кто-то рисует Звёздную ночь. Кто-то рисует девушку с жемчужной серёжкой. Кто-то рисует какую-то хрень. В общем, все что-то рисуют. Молодцы, ученики. Это ещё немного поднимет престиж школы. Дисциплинарная ответственность. Я не хочу этим заниматься. Это слишком дорого нанимать ещё одного охранника. Ну, не хочется. Учительская. Вашим учителям нужно место, чтобы расслабиться после стресса от обучения Орды. Ха-ха-ха. Орда. Ну да. Постройте учительскую, чтобы помочь им расслабиться и подготовиться к битве с... С классом. Ха-ха-ха. Благосостояние работника строить учительскую. За это мне дадут 6 тысяч баксов. Звучит неплохо. И, возможно, строительство учительской даже окупится. Вот что интересно. И да, из-за того, что я уволил одного уборщика, прям один, ну, двое не справляются вообще ни в какую. Надо будет ещё одного нанять. Но это попозже. Берём учительскую. Так, благосостояние работника. Сколько это вообще стоит и где это прокачивается? Так, с замдиректора. Увольняй по желанию. А что, я и так... Я и так могу увольнять. Видимо, за это какие-то штрафы давали. Так, чё-то, чё-то, чё-то... Во, благососто... Офигеть! Сперва нужно прокачать отдел кадров. Ладно, давайте прокачаем отдел кадров. Зато я смогу нанимать более высококвалифицированных работников в случае надобности. Но эта надобность наступит ещё неизвестно когда. Вот в чём главная проблема, друзья мои. Вот в чём главная проблема. Ну, а пока давайте займёмся созданием учительской. Я думаю, она будет находиться где-то возле административных кабинетов, а именно рядом с кабинетом юриста. Так, опять же, красная стена. Мне она нравится больше, чем все остальные стены. И даже я сделаю, наверное, учительскую, ну, довольно большой и уютной. Поместится ли туда всё, что должно поместиться? Я не знаю. Так, с двери. Окей. Зоны у меня пока не разблокированы, поэтому это просто пустое помещение, которое ни к чему не приводит. А ученики снова у меня голодают. А нет, вроде нормально всё. Всего всем хватает. Даже, даже смотрите-ка, они поднимают свои навыки в русском языке, в математике, естествознании. Всё круто. Всё очень круто. Давайте брать следующее исследование. Необходимо заботиться и о нуждах сотрудников. Это исследование позволяет вам построить учительскую комнату для... А, и комнату для персонала, чтобы ваши сотрудники могли расслабиться во время перерыва. Это означает, что у них будет достаточно энергии, чтобы хорошо выполнять свою работу. Может, проблема как раз таки в том, что энергии маловато, поэтому и учителя плохо учат, и уборщики нихерашечки не убирают. Блин, но строить комнату работника, я и так уже потратил кучу бабок. Ну ладно, давайте построим комнату персонала. Она будет маленькая. Она будет маленькая. Она будет супер маленькая. Такая чисто коморка. Хотя, наверное, надо уже до конца довести, потому что что это будет простаиваться, да, тут? Они, по сути, получаются примерно одинаковыми по размеру, хотя раз-два-три, 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 девять, раз-два-три, раз-два-три... Ну, они одинаковые, да, по девять клеток каждая. Девять на три. Отлично. Двери нету. Двери не хватает. Вот, дверь появляется. И эти кабинеты будут созданы только на следующий рабочий день. И все равно я буду в плюсе. Благодаря выполнению этого задания. Да и грант получу от государства. 63. Их было в начале 63 или 64? Или кто-то все-таки опять покинул мою школу? Ливнул. Как трус с тонущего корабля. Я не прощу этого своим ученикам. Никогда. За последние несколько дней у них... Вот прям не то чтобы... Школы прокачивают годами. У меня за два-три дня появляется новый класс раз, новый класс два, новый класс три. Телек есть. Картины рисуйте, пожалуйста. О, смотрите, какая красота. Офигеть. Даже Фрида Кало есть. Мона Лиза. Вот это вот офигенная картина с волной японская. Ну круто же! Круто же! О! Дали, да? Утекающее время. Все, что хочешь. Все, что хочешь, тут имеется. Это здорово. Обана! Произошло исследование. Ну что, давайте посмотрим. Так-так-так-так. Общее пространство. Где учительская? Дорожка, библиотека. Женский туалет. А где учительская? Алло. А вот учительская. Хорошо. Вот у нас будет тут учительская. Кофе-машина. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. И сколько всего нужно-то? О, учительская. Дезинфекция рук. Зачем? Непонятно. Диван. Пожалуйста. Кофе-машина. И это есть у нас. Микроволновая печь, чтобы пайку разогреть. Отлично. Стол нужен? Стол нужен. А зачем стол, если нету стульев? Я не знаю. Ну и телек, конечно же, поставим. Вроде бы все стоит, да? Стуль я бы где-нибудь найти. Все. Стул. Стол. Стол обеденный. Столовая скамья. Это не то. Стол. Так, стоп. Мне нужен стул. Кресло. Это называется кресло. Черт побери, а не стул. Да, елки-палки. Нам нужно кресло. Офигеть. То есть в школе не пользуются даже стульями. В школе пользуются креслами. Офигеть можно. Так, учительская готова, я полагаю? Да, задание выполнено. Учителя смогут теперь отдыхать. Давайте построим уже, раз на то пошло, комнату и для персонала. Хотя это обойдется. Опять денег. И в итоге я не уйду в плюс. Служебный зал. Это то. Так, сначала зону нужно обозначить. Меткабинет. Мусор. Служебный зал. Да, это именно то, что нужно. Так, им тоже куча всего нужна. Диван нужен им. Есть у нас диван. Средства для дезинфекции. Кофе-машина. Стол. Кресло. Четыре штуки, как и было заказано. В общем-то, да. Да-да-да-да-да. Эта зона у нас тоже теперь имеется. Строители смогут прохлаждаться не только на улице рядом с котиком, но и в теплом уютном помещении, попивая кофеек и чистя руки вот этой штуковиной, обмазывая их. Вон, они уже начали это делать. Молодцы, даже кто-то рисует новые чертежи, если бы они мне как-то еще помогали. То есть, получается, если они мне не помогают, то они занимаются бездельем. Вот в чем дело. Так, поддержка директору. Нет, нанимать замдиректора я точно не буду. Вот, лучше музыкальный класс. Ага. Говорят, музыка может успокоить дикого зверя, но они не знают наших учеников. Постройте музыкальный класс, перейдя в меню зоны и нажав на иконку специальное. Окей. Это, конечно, все здорово, и музыкальный класс явно бы нам не помешал. Но куда его построить? Видите, это нужно целое новое здание делать, да? Новое ответвление. Здесь места нету. Дверь сквозную, что ли, в классе сделать? Я не знаю. Это неудобно, конечно, будет. Но, типа, почему бы и нет? Заодно будет задел на будущее. Хорошо, я так и поступлю. Демонтируем здесь проход. Да, будет сквозной класс, но... Ничего страшного. Далее. Нам нужны стены. Сделаем здесь небольшой коридор, да? Сразу. Даже можно сделать большой коридор, красивый. Так он будет выглядеть. А здесь у нас будет музыкальный класс. А тут будет в итоге потом когда-нибудь коридор. Большой и красивый. Блин, музыкальный класс дорого обойдется мне. Может, его тут поставить, а? Вот тут. Прямо вот так вот его сделать, и это позволит сэкономить. Ладно. Так и быть. Потрачусь немного. Я потрачусь. Что не сделаешь ради любимых детишек? Пола, возможно, не будет в классе, но это... Хотя, может быть, даже и будет. Сколько это обойдется? 1280. Ладно. За задание дадут много, поэтому, я думаю, окупится так или иначе. Двери. Тут надо сразу поставить двойную дверь, чтобы было красиво. Так-с. Здесь одинарную. Зона музыкальный класс. Вот он, музыкальный класс. Что нужно? Шкаф, пианино, пять кресел и доска. Хорошо. Доска есть. Учитель музыки ведь нам не потребуется отдельно, я надеюсь. Было бы не очень круто. Пианино. Пускай учитель искусств будет этим заниматься. Точняк. Почему бы и нет? Кресло. Ну, кресел можно сразу побольше поставить. Вот так примерно это будет выглядеть. И здорово. Так, пол, 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 пол. Объекты. Да, смотрите-ка, они рады и сразу идут заниматься музыкой. Молодцы, детишки. Молодцы. Вам респект. Уважуха. Вы крутые. Даже настроение у них немного поднялось. А, это потому что новый рабочий день. Поэтому настроение стало выше. И только в этом причина. Я понял. Мне денег-то хоть дали? А, базуки. Во. Я его не активировал. Сижу, думаю. А в чем дело? Я ведь его не активировал. Вот это была бы проблема. Окей. Ну, а теперь осталось выбрать какое-нибудь еще действительно хорошее задание, которое снова сможет немного сделать тяжелее мои кошельки. Такс, ну что, служебный зал. А, он уже сделан. Блин. Ха-ха. Прикиньте, я смотрю на задание, но забираю их, забываю их активировать. Потом бац. Опачки. Хоп. И готово. Ха-ха. Халявные деньги. Это так приятно забывать иногда. Это как будто ты забыл тысячу рублей в кармане зимой. А потом на следующую зиму одеваешь куртку. А там уже две тысячи рублей. Вот так именно это и выглядит. Ладно, вычислительная мощь. Компьютеры – это будущее. И каждый ребенок должен научиться программировать. Именно программировать. Не просто Excel, там Word. Ну, вот эту вот херню, которую нас учили, да, в школах. Именно программирование. Компьютерный класс можно найти в меню зоны на вкладке «Специальные». Что ж, давайте это сделаем, потому что это изи 10 тысяч баксов. Вычислительная мощь. Я выбираю тебя. Так, нужно исследовать упражнения и эксперименты. Я где-то видел эту вкладку, но вот где? По-моему, где-то, где-то здесь. Вот, не зря я замдиректора не стал изучать. 6 тысяч баксов стоит, офигеть. Зачем они мне вообще такие вещи предлагают? Ужас. Упражнения и эксперименты. Отлично. 3 тысячи долларов. Не так уж и дорого. А я тем временем подготовлю наш компьютерный класс. Он должен быть большим и высокотехнологичным, друзья, в первую очередь. Поэтому находиться он будет, наверное, вот здесь. К тому же награда за выполнение вкрайне впечатляет. Так что, так что давайте сделаем его. Окей. Для этого нужны что? Для этого нужны стены, конечно, Саня. Что с тобой? Нужны стены. А здесь я ставлю место, наверное, даже под два помещения каких-нибудь. Тут у нас будет большой и широкий красивый компьютерный класс. Вот таких где-то размеров. По-моему, очень большие, да? Такс. Вот так. А, забыл. Забыл, 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 забыл. Конечно же, забыл поставить дверь. Ну, ничего удивительного. А зачем я такой большой класс опять строю? Может быть, можно было меньше его сделать? Ну, ладно. Компьютерный класс. Я думаю, это будет самый важный класс в нашей школе. Поэтому пускай он уже будет большим. Накосячил. Бетонная плитка обойдется еще в 2000 баксов. Ха-ха. Нет. Ладно, надеюсь, это окупится. Потому что я уже потратил, блин, сколько денег. Какой ужас. Ладно, посмотрим в зонах, что для этого вообще нужно. Компьютерный класс. Я его пока не вижу. Компьютерный класс. Отлично. Нам потребуется пять кресел, пять компьютеров, доска и все. Но так как учеников у меня захочет очень много заниматься информатикой когда-нибудь, наверное, не зря я его сделал большим. Хотя можно на самом деле разделить его вдвое. Так и быть. Я разделю его действительно стеной. Давайте удалим эту зону. Плевать, плевать. Я на все это хотел. Рабочие, куда вы ушли? Эй, как бы день рабочий не закончен. Какого хрена? Ладно. Ладно, они решили все-таки уйти. Дверь. Где дверь? Так, дверь. Да. Можно поделить вдвое спокойно. Хотя нет, даже не так. Вот так. Потом, если что, вот этот класс тоже расширим. Пока компьютерный класс будет иметь вот такие размеры. Ну, а теперь объекты. Компьютерный класс. Я его не вижу нигде. Так. Компьютеры. 500 баксов за один. Офигеть. Зато не нужен учительский стол. Это уже радует. Две тысячи с половиной. Три тысячи долларов. Какой ужас. Почему так дорого? Ну да. Причем мы не самые крутые компы ставим, друзья. Еще и кресло нужно к ним подключить. В общем, вот так это будет выглядеть. А. Сорян, ребят. Сорян. Сорян, 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 сорян. Сорян, сорян. Немного, немного вы как бы тут перестарались. Сломайте стену. Моя ошибка, моя вина. Простите, я не специально. Полы. Так, с пол тоже тут потребуется. Вот это был косяк. На самом деле, косяк. А дверь? Дверь у меня будет в другом месте. Ладно, пускай. Пока будет сквозная дырка. Ничего страшного. Дальше. Зоны. Пбэмс. Еще деньги, друзья. Принять учеников восьмого класса. Не надо нам это. Где компьютерный класс? Стоп. А, семь тысяч баксов. Это уже было аванса. Я думал, семь тысяч дадут. Короче, блин. Меня на самом деле это исследование неплохо так разорило. Но ничего страшного. Пока, друзья. На этом все. Большое вам спасибо за внимание, за просмотр. До новых встреч. Всем удачи. Пока. Школа развивается. Будьте счастливы. Субтитры сделал DimaTorzok